Итак, друзья, в моем плейлисте будет новая папка, а именно сыр, потому что я его очень люблю готовить, очень люблю его кушать, и надеюсь и вам нравятся мои рецепты сыра. Сегодня мы с вами будем готовить сливочно-плавленный сыр. В конце видео я его разрежу, и вы увидите, каким нежным он внутри окажется. Его можно даже мазать на хлебушек. Кстати, рецепт безглютенового хлеба у меня есть ниже, поэтому обязательно посмотрите, он очень легко и быстро готовится. Из ингредиентов нам понадобится творог, у меня жирненький, идет домашний, 9% мне кажется точно. Можете брать любой, кроме нулевки. 1 чайная ложка соли, далее идет молоко, у меня не пастерилизованное домашнее, поэтому я его прокипячу. Вы можете взять, кстати, пастерилизованное, только вкус будет немножко отличаться. 2 яйца, пол чайной ложки соды и также 2 сливочных масла, хотела сказать, 2 столовые ложки сливочного масла. Также нам понадобится сито и марля. Марлю нужно брать двойную. Выливаем молоко в кастрюлю с толстым дном. Если у вас молоко не пастерилизованное, то доведите его до кипения, когда пенка уже поднимется наверх. У меня молоко уже прокипяченное, поэтому я его просто вливаю. Далее добавляю творог. Не знаю, почему я сразу все не добавила, мне показалось, ложечкой будет прикольнее. И все хорошенечко перемешиваю, чтобы у нас не было больших комочков. Это обязательно и это важно. Ставлю на огонь небольшой, в течение 10 минут максимум будем его варить. В течение 2 минут у вас практически ничего не происходит. Вот такая вот сыворотка получается. На 5-6 минуте у вас уже идет явное отделение сыворотки от творога. Я варила сыр 8 минут. И вот видите, каким он у меня получился. Его уже можно переливать. А переливаем мы его в сито с марлей. Берите марлю побольше. Я вот маленькую взяла и немножко об этом пожалела. У меня оно выливалось, так сказать, за края. Оставляем на минут 15-20, чтобы из творожной массы у нас вышла вся влага и весь этот сок. У нас осталась сыворотка. Как делать блинчики? Есть ниже рецепт. Обязательно посмотрите. И пока творожная масса свисает, мы разбиваем одно яйцо. От второго нам понадобится только желток. Кастрюлю для этого берите с толстым дном. Во второй кастрюле мы подогреем сливочное масло на небольшом огне, буквально секунд 30, мне кажется. И теперь вливаем наше сливочное масло в яйца. Все хорошенечко перемешиваем. Добавляем пол чайной ложки соды, одну чайную ложку соли и добавляем нашу сыворотку, которая уже готова и которая стекла. Все хорошенечко начинаем перемешивать. И, кстати, по соли, если вы добавляете одну чайную ложку соли, то получается слегка солоноватый сыр. Поэтому имейте в виду. Если вы добавите больше соли, то он у вас уже получится очень соленым. Итак, здесь мы все хорошенечко перемешиваем и ставим кастрюлю на водяную баню. У меня сковородка, вода и вот кастрюля. Здесь нам нужно все хорошенечко перемешать. И оно будет у нас томиться в течение, мне кажется, 10 минут. У меня где-то 9 точно было. И видите, потихоньку у нас все начинает плавиться. И фишка этого сыра в том, что остаются небольшие крупинки творога. Мне кажется, это очень вкусно. Вам нужно расплавить эту массу до такого состояния, когда она уже будет вот такой вот, видите, густой сметаной. Если не нравятся кусочки творога, вы можете его проблендерить, так сказать. Но все хорошо перемешиваем. И сейчас будем переливать в нашу форму. Если у вас форма не силиконовая, а как у меня пластиковая, обязательно постелите пищевую пленку. И теперь перекладываем наш сыр в форму. Так как я девочка, я сначала подумала, что я хочу такую форму сыра. И потом резко, дерзко, так сказать, передумала и захотела круглый сыр, чтобы у меня получился. Поэтому взяла другую форму и переместила мой сыр в нее. Сверху закрываем пищевой пленкой сыр. Оставляем на час при комнатной температуре и на ночь в холодильнике. И вот утром я уже решила его вынуть. Так сказать, уже и фон поменялся, и свет хорошенький. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Ну, вы просто не представляете, какой он вкусный. Надеюсь, вам этот рецепт понравится. И вы будете готовить по нему домашний сыр. Кстати, этот сыр можно добавлять в пасту, и он даст очень сливочный привкус. Приятный такой. Пишите в комментариях, понравился ли вам рецепт сыра. А я благодарю, что вы досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И всем приятного большого аппетита. Вы просто посмотрите на этот сыр. Бомба получилась!